Всего год назад этот котенок был готов погибнуть от голода, а сейчас его не узнать. Спасательная служба занимается реабилитацией кошек и котят по всему Брисбану и ближайшим местностям. Именно благодаря волонтерам кошечка по имени Лулу сейчас жива. Лулу предали прошлые хозяева. Сотрудница службы рассказывает. Местная ветеринарная медсестра связалась со мной по поводу котенка, который нуждался в спасении. Хозяева передали ее в клинику для усыпления. Кожа Лулу была покрыта ранками из-за блох, шерсть выпадала клоками, малышка имела критически низкий вес. То же было с ее братьями и сестрами, которые выкарабкаться не смогли. А вот Лулу с испытаниями справилась, хоть и весила всего 300 грамм, почти в два раза меньше, чем нужно в этом возрасте. Медсестра, которая выхаживала котенка, говорит, она была крошечной, но могучей с таким желанием бороться, чтобы жить. Лулу была одной из тех котят, которые мгновенно покоряют твое сердце, не только из-за своего состояния, но и потому что у нее самая яркая личность. Кошка отлично ладила не только с людьми, но и с другими животными. Поэтому ее забрали опекуны, у которых уже была кошка. Новую подругу Лулу зовут Пич. С ней кошечка окончательно социализировалась и поправилась. В историю Лулу влюбился мужчина по имени Рис. Именно у Риса сейчас живет эта кошка, переименованная в честь героини саги Сапковского, а именно в честь Цири. Глядя на ее фотографии, невозможно подумать, что когда-то она была в шаге.